МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В Астраханской области стартовал проект «Народный бюджет», инициированный губернатором Игорем Бабушкиным. В рамках проекта астраханцы выберут объекты, которые будут реконструированы уже в этом году. 4 района Астрахани и 12 районов Астраханской области представили на голосование 48 проектов. Это скверы, аллеи, детские площадки и другие социально значимые объекты области. Сегодня побываем в районном центре Черноярского района. Село Черный Яр было основано в 1627 году на левом берегу реки как крепость для защиты Волжского торгового пути с названием Черный острог. Сегодня здесь проживает почти 8 тысяч человек. Жители Черного Яра выражают надежду о появлении в селе комфортной зоны отдыха, поэтому в рамках проекта «Народный бюджет» они могут сделать свой выбор в пользу проекта «Благоустройство площади». Для каждого населенного пункта есть место, которое имеет особое важное социальное значение. Для нашего села я считаю, что это является именно площадь имени Ленина. Именно здесь проходят самые важные мероприятия, жизнь села, сходы, парады, победы на 9 мая. И также, помимо всего прочего, это является место для отдыха молодежи. Это центр нашего села, нашего района, то есть это представительное лицо нашего региона, поэтому я считаю, что нужно начать именно с площади. На мой взгляд, необходимо звуковое оборудование, поскольку у нас тут проводятся мероприятия как нашего села, так и нашего района. У нас тут очень много гостей. Также я считаю, что нужно освещение, побольше скамеек. Данная территория является центральной частью села. Здесь находится Черноярский районный суд, почтовый узел связи. В вечернее время здесь очень много находятся жителей нашего села, с детьми гуляют, молодежь собирается. Поэтому бы очень хотелось, чтобы данная территория была более благоустроенная. Коллектив Центра культуры и библиотечного обслуживания изо дня в день радует жителей спектаклями и развлекательными программами. Но зданию центра требуются текущие ремонты благоустройства. И учитывая его социальную значимость, он также включен в перечень объектов для голосования. В нашем учреждении проводится очень много мероприятий для людей различных возрастов, категорий. Это дети, это люди молодежи, это люди третьего возраста, которые именно здесь хотят отдыхать, получать какие-то новые информации, общаться. Мои дети очень долгое время ходили в этот Дом культуры. Сейчас сюда ходит моя внучка, подрастает внук. Наши дети и внуки с удовольствием ходят в это здание, и чтобы им было удобно, и чтобы нам было приятно приходить сюда и заниматься нашими детьми. Я являюсь руководителем хореографического коллектива образцового ассорти. У меня занимается 70 человек детишек. И хотелось бы, чтобы был большой, светлый, просторный зал для нашего коллектива, потому что в данный момент, где мы сейчас занимаемся, это помещение, этот класс может содержать только, принять только 8-10 воспитанников. А у меня набирается там 20 человек. Сюда ходит очень много поколений. Вот в частности, к нам в кабинет хоровой ходят 3 поколения. Поколение детей младших, поколение среднего возраста, таких как я, и поколение старшего возраста. Это бабульки ходят в наш народный хор. Поэтому, мне кажется, чтобы сохранить культуру нашу, чтобы сохранить наше наследие, нужно отремонтировать это здание. Ученики средней общеобразовательной школы Черного Яра будут, безусловно, рады, если жители района выберут их учебное заведение для текущего ремонта и благоустройства. Я сама окончила эту школу, это моя родная школа. В нее ходят оба моих, один сын ходит, второй только пойдет. Я хочу, чтобы школа для моих детей была красивая, обустроенная по современным технологиям. В школе нужно заменить окна. Во-первых, это безопасность наших детей. Во-вторых, проветривание и так далее. Здесь нужно заменить брусчатку. Основные мероприятия, праздничные, торжественные, проходят на этой территории, перед школой. Поэтому территория должна быть красивая, обустроенная. Поэтому я считаю, что в первую очередь ремонт нужно провести в нашей родной черноярской школе. Почти вся часть нашего района, от малого до совершеннолетия, обучается в нашей школе. Поэтому большая часть проходит и детей, большая часть родителей. Также присутствуют бабушки и дедушки, которые видят наши праздники, встречаясь с учителями, с администрацией. Поэтому здесь, конечно, вся жизнь проходит наших детей. Волгоустроить территорию, где проходят последние звонки, первый звонок, и опасность представляют окна. Потому что это первоочередное. Ну, нужно сделать и отопление дальше, и кровля, крыша. Но это вот самое такое первоочередное окна. И вот это вот благоустройство для школьной территории. Итак, проголосовать за общественные территории, которые будут благоустроены в этом году, астраханцы могут до 1 июля на своих избирательных участках. Участие в формировании народного бюджета – это реальный шанс для жителей сделать регион лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова